москва добавили серёга привет серёг звук погромче звук погромче секундочку так вот так раз два раз 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 два три раз два три настройка звука далеко просто наверно находишься может этот поближе да к себе поближе но двум ты знаешь звук как будто ты из соседней комнаты общаешься вообще практически не слышно как ты серёжа пишет у нас елена иванова ну да уж чем вчера вот сейчас чуть-чуть получше стало если муж еще два раза громче сделать так я не могу два раза громче сделать это я звук максимум поставим лучше да ну да получше стал на тихо вот конечно я не знаю какие проблемы в принципе настройки у меня стоят а у тебя ноутбук может и поближе под пододвинешь к себе чуть-чуть поближе я в принципе его пододвинул уже достаточно близко если еще ближе то я его на себя поставлю ну ладно ладно ну я конечно могу его на себя поставить просто звук важнее чем изображение понимаешь лучше слышать да я понимаю я понимаю так вот так вот нормально лучше хуже раз два три чуть-чуть получше стало чуть-чуть еще если можешь прям добавить хотя бы немного ну сейчас погодите секунду ну вроде да ладно пусть так пусть так хотя бы останется я буду постоянно пытаться сделать что-то лучше но настройках звука я поставил максимум максимум так сейчас мы попробуем еще кто там хотел присоединиться сейчас юдаюру никак я не назвоню чтобы он пришел кто-нибудь хотел пообщаться именно таким узким составом так ну и ладно я юрий написал что ты зашел если он увидит то тогда подключится слава там не знаю придет не придет так ребята кто там писал вопрос какие-то серёги не знаю я с ним просто хочу пообщаться серёга здорово с тобой хотел давно уже пообщаться нашел время немного но в общем вопросы такие я к сожалению когда ты был последний раз не успел на то чтобы с тобой пообщаться вот поэтому надеюсь что сейчас получится удастся с тобой пообщаться ну в общем не знаю я чем ты сейчас занимаешься я так стараюсь временами посматривать чем ты занимаешься занимался точнее сейчас насколько я знаю ты занят восстановлением СССР которого давно нет точнее он есть как бы но его нет это как президент который у нас есть и страна который у нас есть но на самом деле нет вот так что в общем собственно для меня очень интересно было бы лично от тебя не по слухам не по каким-то там видеороликам не вырванным из контекста фразам которые пытаются додумывать перефразировать вот я тебя спрашивал как то вопросы были спонтанны но ты там торопился сейчас я так понимаю у тебя время чуть чуть побольше и ты вроде бы не находишься в движении в полете там а можешь спокойно отвечать на вопросы а подумал лично для тебя что ты какую-то цель преследуешь я уже еще раз на эту тему размышлял то что человек ты явно не робкого десятка не узколобый достаточно интеллектуально развитый человек то есть зачем тебе это все нужно во-первых какие цели лично ты преследуешь вот считаешь ли ты действительно возможным тем чем ты занимаешься и не противоречит ли это той концепции мировоззрения которая у тебя есть потому что ну насколько я понимаю ты имеешь представление скажем так нашей вселенной нашей том месте где мы все живем и упорядочивание пространства внутри этого места оно имеет ли смысл после того что ты получаешь определенные знания то есть вот эта мышиная возня которая находится на более низком приоритетном уровне неужели она интересна такому человеку как ты который уже достаточно высоко поднял свое мировоззрение который находится совершенно другой на другом уровне миру понимания зачем тебе упорядочить мир какие-то рамки очередные загонять какие-то границы сдвигать то есть мне казалось всегда что ты гораздо выше всех этих представлений о реальности разве нет ну давай так начнем с того что вопрос у тебя очень такой мощный глобальный и в двух словах на него не ответить и в принципе ты конечно прав в том плане что у меня определенное мировоззрение есть и так далее и так далее это все понятно для чего мне это все надо объясняю с самого начала для того чтобы ты понимал так далее значит мир наш который мы в котором мы живем но это понятно всем тем кто более-менее в теме совершенно иной нежели мы себе его представляем это первое второе когда мы начинаем представлять и понимать что это так и есть то естественно мы хотим жить по-другому это понятно но тут у нас стоит противоречие определенного рода потому что просто уйти в лес или перестать обращать внимание на жизнь которая окружает тебя или еще что то невозможно сделать по причине того что если ты остаешься просто в городе или там где-то в поселке или уезжаешь в деревню тебя все равно рано или поздно настигнет это условная цивилизация и уничтожит это не выход плюс не забываем о том что мы все-таки люди а люди это существа ну скажем так коллективные мы с одной стороны абсолютно индивидуально каждый по-своему особенно осознанный человека ему в принципе не нужна какая-то великая компания но в общем и целом мы люди коллективные и устройство вселенной по крайней мере которая открылась мне именно дает мне четкое понимание что все построено по принципу дуальности то есть как минимум два человека они должны друг с другом общаться иначе не получится вообще ничего соответственно у нас есть там любимые люди какие-то друзья родственники и так далее и все они как минимум тебе бы этого хотелось должны жить тоже хорошо но большинство из них совершенно не понимает не хочет и не воспринимает ничего из того что им говоришь и возникает некоторое противоречие между твоими желаниями и желаниями условно говоря социума который тебя окружает и возникает такой вот у меня возник по крайней мере такой вот у меня прецедент внутри себя что делать уйти или попытаться что-то изменить и именно в этот момент когда у меня эти мысли бродили в голове когда я решал условно говоря ведь по большому счету эти даже больше скажу вот я летом ездил по стране нашей в разные города я тогда посетил за лето около десяти городов где я общался с людьми и так далее почему я поехал вообще в эти в это путешествие потому что я был уверен на сто процентов причем мне это потом подтвердили что я зимой умру я это чувствовал очень хорошо я знал что я умру и поэтому я решил последний раз это все сделать и уже спокойно умереть но на меня вышли люди ну в нашем понимании но на самом деле они не люди конечно которые мне открыли совершенно другой мир гораздо более глубокий и благодаря им в общем то мои на изыскание пошли намного дальше и глубже именно поэтому кстати говоря я отца открытым сердцем и не боясь совершенно могу объявить что все без исключения ну условно говоря назовем их конспирологи хотя можно их назвать как угодно это кому как больше нравится я имею ввиду того же славу того же кунгурова того же даже то тех же и левашова пятибрата там я не знаю там то у тебя больше нравится вот я пошел дальше их потому что все они являются людьми которые сильны в определенной области в одной ну или в группе областей как правило которые находятся рядом и все нельзя просто взять сказать роману милованому чтобы он тебе рассказал всю подноготную финансовой системы а вячеслав котлеров никогда тебе не расскажет почему социальная политика сталина была лучше социальной политики рузвельта например я так просто сейчас беру из головы ну и так далее кунгуров никогда не расскажет тебе про плоскую землю или никогда не будет тебе втирать про то как устроена система с точки зрения эфира в то же время владимир ловчиков никогда не сможет адекватно оценить время советского союза его политически экономическую действительность на сравнение с капиталистической россии но это можно очень долго и перечислять те они являются специалистами в одном деле я же пошел дальше потому что чувствую себя не только исследователь но и философом поэтому а вот и философ философ это тот кто знает много чего посмотреть на мир объемно вот эти люди которые со мной вышли на связь они мне помогли в этом плане и вот они же в собственно меня и привели к восстановлению советского союза потому что еще до них я знал о том что советский союз юридически существует да мы понимаем что существует только на бумаге фактически его нет это факт и спорить с этим глупо но юридически он есть и как бы с одной стороны ну хорошо есть и что да я знал об этом и познакомился с некоторыми людьми с тем же алексеем старостенко из курска и некоторыми другими но они мне объяснили немного дальше то есть я условно говоря благодаря им я заглянул немного дальше увидел вещи которые но будут в будущем и они эти вещи дали мне объективную точку конкретно понять что советский союз так и действия восстановление его совершенно необходимо для того чтобы дальше дальше мы я говорю сейчас про всех людей были по крайней мере про какое-то определенное большое количество людей я даже могу тебе сказать точную цифру 3 процента от населения современной земли и процента вот эти люди они смогут попасть золотой век условно говоря золотой век это время абсолютного кайфу абсолютного единства с природой с друг другом и так далее это в этом это будет это будет потому что я те кто сюда пришел они мне это показали я увидел и силу настоящую силу это не какой-то прикол и поэтому я занимаюсь восстановлением советского союза на самом деле в некотором степени терплю тараскин и эту бригаду всю шулупольскую которым не бывает надо очень противно потому что знание у этих людей очень мало они очень узколобые но я их терплю потому что я знаю что благодаря этим людям мы сейчас имеем возможность сделать определенный шаг навстречу к золотому веку а он как бы это не звучало может быть для некоторых людей странно или непонятно на физике у нас здесь да вот удастся на физике а мы пока с этой физики никто не денемся и все люди которые там пытаются про наедить или заниматься там голодовками по условно говоря там не месяцами так далее они не то что неправы они просто хотят видимо думают они улетят из тела не улетят мы на мы здесь на физике еще будем очень долго находиться потому что мы еще здесь не отработали весь наш план вот так вот для того чтобы мы потом жили нормально по-человечески условно говоря чтобы мы могли полностью когда я люблю мы это я не веду людей вообще всех не тебя меня или там кого-то осознанного а вот всех тех ну хорошо не всех тех но некоторых неадекватов которые там сидят в комментариях и всякое дерьмо пишут они либо умрут просто либо останутся здесь и будут стою вместе заниматься изучением мироздания то есть они будут творить и мы вместе все начнем идти по нашему основному пути чтобы это произошло здесь на физике мы должны это сделать ну грубо говоря вот я хочу у тебя условно говоря виноград да то есть я конечно бы здорово чтобы я подумал он появился да но пока для того чтобы у меня был виноград я должен одеться пойти в магазин купить виноград и прийти домой и тогда он у меня будет принципе для того чтобы мы пришли к благоденствию нам нужны шаги вот такие простые здесь на физике понятные адекватные то есть это экономика это политика и социальные сферы это образование это медицина это это все те аспекты которые нас окружают эту социум нам нужно просто его изменить и юридически максимально грамотно приближена к пониманию адекватности и прочему на данном этапе это восстановление советского союза для того чтобы на краткосрочный период дать возможность людям передышку чтобы они прекратили свой бед за потреблением выплаты кредитов зарабатыванием денег на квартиру оплату жкх и прочих вещей дать им возможность передышку вот этот вода почувствовать их людьми дать им время элементарно время большинству людей которые нас смотрят они ну зачастую многого не знают не потому что они тупые они плохие или там глупые люди не просто времени нет для того чтобы сидеть смотреть наши ролики там часами и анализировать их да и делать какие-то выводы им надо ходить на работу им надо заниматься вещами прибивать полки платить кредиты любить жену ходить магазин мы нужны просто я людей в массе своей избавить от этого на первом этапе это даст гигантский толчок ты все просто не воображаешь как не может вообразить какой толчок это даст умы людей просто вперед плюс если мы получаем страну мы получаем из сми сми это информация информация это прекращение монотонность или однообразие то есть загружи загрузка грубо говоря процессоров людей новые идеи новой информации мы даем новую идеологию и под эту идеологию подстраиваем абсолютно все социальные нормативные правовые акты государства а дальше семильными парами идем вверх и что люди они ведь принципе в массе своей являются как я всегда выражаюсь баранами не в плане того что это плохие люди в плане того что у них очень узколобое мышление то есть если сверху или то задает импульс варенье задает импульс созидания чего-то хорошего и светлого они с удовольствием это подходит и все пойдут но если сверху или то посылает импульс смотреть в корыто и превращаться в свиней то это толпа подходит этот и пойдет с дружными облиянием и радостным мычанием на бойню да это как идут бараны бьют в барабаны и кожу для этих барабанов дают сами бараны вот примерно вот у нас сейчас вот такая ситуация я просто хочу от нее уйти вот именно поэтому я выступаю за восстановление советского союза надеюсь я да я внимательно слушал немножко не совсем адекватно я подготовился потому что я отключил чат сейчас вот и собственно теперь он не будет тебя отвлекать я надеюсь сейчас даже телефон отключил нет нет я отключил чат на всякий случай потому что ты тогда будешь читать отвлекаться и тебя он будет отвлекать потому что там действительно херни всех но пишут на плане уже включил вот просто получилось спонтанно не успел все продумать две вещи такие вещи как бы не то что две вещи а несколько моментов которые я хотел бы там обозначить по поводу того что ты сказал человек коллективное существо я бы сказал опять же это все то так и достаточно мягко сказал не коллективное остальное существо я бы сказал так это было бы точнее хотя и наверное менее лицеприятно для тех кто это смотрит и слушает вот в потом момент еще такой то что ты осознавая бессмертности человеческой природы если она таковая имеет место то ты понимаешь что любая суета вообще в этом мире любая независимость от того какие бы движение ума у тебя бы не были упорядочивать мир вокруг себя менять пространство еще что такое создавать или что-то разрушать она или в принципе и не имеет смысла потому что если ты познаешь природу ума познаешь свою собственную природу то тогда ты получается ну как бы сказать попытка играть в более интересную игру что лету спиас ты должен все равно осознавать имея это мировоззрение которое у тебя есть что любые любое твое движение в этом мире она подобно компьютерной игре ты то есть сам себе устанавливаешь какой-то уровень сложности и начинаешь в этом в этой системе координат двигаться вот это второй момент ну и третий момент который я подумал и который действительно вызывает любопытство по крайней мере у меня это то чтобы интересно чтобы ты расшифровал встречу с этими людьми которыми которых ты очень так витиевато не не конкретно описываешь то есть хочется понять что это кто это как это потому что можно конечно общими фразами все широкими мазками как говорят описать но это не открывает полноты картины то есть например если бы ты сказал что ты встретил там встретился с ясновидцами к примеру то это было бы хотя бы более понятно если бы ты сказал что ты встретился с агентами фсб допустим то это было бы тоже более понятно поэтому хочется какой-то большей конкретики для того чтобы сложился сложилось какое-то общее представление об этой встрече и о том что ее для тебя вот вот этим переломным моментом движущим толчком так сказать поэтому вот если можешь раскрою пожалуйста по подробности этой встречи хорошо я тебя услышал ладно первый момент это просто моментом нечего комментировать второй момент по поводу и игры и прочее ты в принципе здесь абсолютно прав для меня тоже чем я сейчас занимаюсь это и как вот если кто-то играл в rpg игры онлайн и или не онлайн и в принципе они все устроены одинаковым принципу что ты вот герой ты находишься на определенной среде есть определенного рода заданий квесты есть простые квест там убей десять крыс там 10 волков и так далее а есть эпические задания там побеги какого супер монстра для этого надо пройти там 25 квестов более менее меньше сложности но все-таки и под для меня да это своего рода игра то есть называется игра восстанови советский союз не просто по кайфу этим заниматься потому что я-то по сути никто обычный человек и у меня нету там ни денег я не не политик не сын богатого человека и так далее обычный такой же как вот мы обычные люди и в принципе у меня есть возможность участвовать в восстановлении или там как это кто-то может отвечать госпереворотом там не не знаю еще что-то такой вот как бы ситуации страны целой это же интересно для меня это в этом плане квестный плюс я знаю что это неплохо это что касается второго момента ну и третий момент по поводу этих людей значит смотри первый раз одним он по факту я общаюсь только с одним человеком но просто я знаю что их несколько потому что я читал сообщения других но скорее всего их человек 10 может 20 я не знаю людьми я их называю просто по привычке потому что ну я не знаю как называть значит летом когда я был в крыму и это точно помню в крыму и мне позвонил один человек и он мне сказал что он бы неплохо было бы с нам встретиться и для того чтобы ну там кое-что мне рассказал он меня заинтересовал тем что сказал я могу тебе рассказать или познакомить с людьми которые здесь запускают каждые шесть лет новую цивилизацию вот именно так он и сказал каждые шесть не 60 не там именно шесть лет новую цивилизацию естественно я заинтересовался и приехав в москву мы с ним встретились но и с тех пор в общем то мы с ним общаемся постоянно он я называю его своим куратором но это опять же всего лишь название то есть почему куратор потому что он встречается со мной единственный в живую я конечно вам не скажу не как его зовут нигде он и ничего такого просто он он в принципе выглядит как обычный человек но он обычный человек и есть для того чтобы понимать кто они надо знать что такое сущности то такое информационное поле сколько в этом поле слоев и сколько слоев вообще в нашей действительности ну или скажем так в нашем в нашем мире вот и откуда они тогда пришли вам будет тоже понятно потому что если я вам скажу что они пришли из девятой плотности например нашего мира для большинства из людей которые слушают это будет абсолютно ровным счетом ничего не понятно что значит из девятой плотности за бред есть ролик там описывается устройство нашей земли но вообще не земли а вообще мира нашего с точки зрения индийских вет там много дичи конечно но вначале там все очень хорошо описано наше мироздание новыми следующим образом значит наша земля на которую мы ходим вот мы имеете в буквальном смысле земля на плоская это факт она плоская и круглая как блин или как тарелка внизу и и она как только апельсина то есть земля она внизу имеет вот такую вот полу сферическую с форму сверху она тоже имеет полу сферическую форму ну а это купол вот тот который над нами именно поэтому даже сейчас мне это некоторые люди задают вопрос почему когда ты находишься на земле и смотришь на небо она голубое а ну ночью соответственно там звезды а если ты летишь на самолете она практически сразу же черное там очень видно хорошо особенно если ближе к вечеру потому что по сути над нами просто купол а за этим куполом ничего нет в нашем понимании космоса с планетами галактиками и прочей хернёй не существует вообще наша земля это и есть центр всего мироздания для нас для нас это центр и мы самый главный пуп земли бы это мы вот и она такая вот кругленькая и находится она он даже не кругленькая ну да она кругленькая скорее находится она в ну в таком как бы это можно деться что ли да ну он именно не круглая такой более яйцевидной форме такой я не знаю в такой штуке я не знаю как называется абсолютно не знаю потому что и название конкретных то не вы нигде не найдете и в ней находится вода но вода не в нашем понимании вода из которой мы пьем из-под крана а такая как концентрированная как знаете как желе как вот как сироп можно так сказать да такая густая и очень плотная это эфир концентрированный эфир то есть энергия уплотненная до до максимального состояния ну есть мнение опять же я не могу гарантирую что так и есть что там температура минус 273 градуса по цельсию или абсолютный ноль по кельвину вот и мы вот за александр решил как бы да ладно да не проблема хорошо ну так вот да ладно хорошо давай давай так вот кто меня еще слушает продолжаем слушать так вот мы находимся в таком сферическом типа яйцевидной форме объекте в котором есть вода и мы внутри прям посередине это и формы этой сферы мы плаваем или находимся в статике скорее вот и мы находимся вот внутри этой воды как вот не знаю взять как желток в яйце да вот это хорошее на сравнение что вот есть яйцо в этом яйце есть некая такая фигня белая да ну белок мы его называем по сути это какая-то такая вот субстанция а внутри желток и вся жизнь именно находится в этом желтке по факту и из желтка появляется птенец и он питается вот этим вот этим белком пока находится в яйце и развивается соответственно у нас примерно такая же ситуация с единственным исключением не исключением а с единственной разницы в том что мы не питаемся эфиром а мы просто используем его как строительный материал для того чтобы здесь на физике какие-то какие-то физические вещи проявлялись мы используем его именно как вот как строительный материал вот соответственно в остальном в остальном и если вы спросите меня если еще такие же вот условно говоря виноградины до или яйцевидной формы сферы я скажу вам да безусловно есть еще такие же очень много и это с виду бы может напоминать либо воронку либо эфира ворот как говорит владимир вадим ловчиков либо это как гроздь винограда но тоже формы словно говоря треугольный такой до обращенный вниз и мы где-то просто находимся на одной из этих веток этого этого гигантского винограда где он находится я не знаю но мне говорили что вполне возможно это просто условно говоря сад в котором эти виноград растет и в как в каждой такой виноградине и такая целая вселенная но это кстати говоря уже вопросы или разговоры другого уровня там я туда пока не лезу потому что принципе для нас это значение не имеет для нас главное это как выглядит то место где мы живем а мы живем именно вот в таком месте но плюс к этому это я сейчас вам рассказал именно физическое устройство то есть то что можно увидеть или потрогать руками но есть еще то что в нашем случае руками не потрогаешь а это информационное поле или уровень плотности можно тоже вот так назвать уровне плотности существует ну по общему признак признаку то ли 7 то ли 9 по-моему 9 вот каждый уровень плотности по факту это такая же земля как и наша но которая находится на другом уровне плотности или уплотненности эфира в данном конкретном месте то есть в этой земле это означает эфир если посмотрел мои ролики он по сути является кубическим ну то есть таким объемным кубу можно так сказать но он вращается при этом создает эффект круга соответственно чем быстрее вращается эфир в заданной сфере тем выше плотность этого эфира то есть уплотненность ну или можно сказать сложность или тяжелость просчитывания каких-то определенных функций но это как вот процессор на компьютере есть процессор скажем там я не знаю пенсион первый да у него есть определенная сила его процессора который может одновременно считать какие-то определенные этом задачи до выполнять причем только определенной сложности то есть например так вот серьезную программу современную или в игру он просто не потянет потому что он не способен это сделать там ну как бы не хватает ни памяти не хватает силы процессора чтобы просто тупо запустить это то же самое и здесь а есть компьютеры которые хавают нормально любые программы и их там могут много как вертеть крутить одновременно и так далее то есть там уровень процессора то есть вращение или как хотите там его работы выше намного он может гораздо больше программ просчитать и сложностей выше соответственно здесь такая же ситуация что уровни плотности это способ просчитывания определенной ситуации более тяжелый или менее тяжелых и вот мы с вами находимся по разным оценкам кто-то говорит на первом уровне кто-то говорит на пятом но как бы факт в том что мы находимся не в конце то есть есть тех но над нами намного мощнее а что это означает это означает что их уровень плотности эфира выше нашего на порядок а это означает что они имеют возможность на физике действовать для нас как ну по сути как боги то есть например для них там я не знаю разговаривать на расстоянии то есть не используя губы голоса используя только разум там ну или мысль а мне не знаю ходить сквозь стены и так далее это нормально для нас же это ненормально потому что мы себе не можем этого позволить но для них это не волшебство для них это также нормально как для нас разговаривать разговаривать а есть мир и более низкой плотности где даже разговаривать люди не могут и там вообще все двухмерные условно говоря то есть в этом плане у них просто меньше меньше уровень плотности у нас тут выше а есть еще где выше а есть самый высокий он находится здесь же но он находится на самом высоком уровне плотности за которым уже идет за который видим уже невозможно перешагнуть то есть это для данной и условно говоря как бы сказал вячеслав котлеров ячейки да но я скажу мироздание или всего сущего до максимальная стадия развития за которой скорее всего сущность которая достигла этого развития она попадает либо в другую другие другие миры или же превращается в творца или честно я не знаю что не происходит но суть в том что вот на этом девятом уровне там сущности или люди или это живые существа как вам больше нравится они обладают по среднему с нами несоизмеримо более высоким пониманием силой мощью и так далее то есть это все равно что сравнить я не знаю там петарду или хлопушку ядерную бомбу то есть вот примерно такой уровень мы этого не можем осознать здесь мы для них как дети мы здесь как в детском саде как в яслях кто-то называет нашу землю тюрьмой вернулся можно тебе несколько моментов я чуть-чуть застал спасибо тебе что ты поддержал беседу вообще знаешь удивительное состояние было такое достаточно была установка на негатив но когда с тобой начинаешь общаться то все вот это навеянное обществом какой-то реакции которую над твою деятельность и так далее она начинает рассыпаться как карточный домик начинает сыпаться и у меня уже складывается личное мое представление тебе как и человек я тебе хотел сказать по поводу общения знаешь вот у меня был такой жизнью опыт когда у меня была любимая женщина знаешь и я вот обратил внимание что иногда мы с ней общались как раз таки без слов вот и сейчас упомянул про какие-то высшие уровни развития человеческого сознания и взаимопонимания или как сущности там но я все-таки думаю что мы здесь люди находясь физических телах тоже можем проявлять в некотором роде способности вот этой телепатии или чтение мысли то знаешь бывает когда ты с человеком буквально звучишь на одной частоте и у вас происходит вот это невербальное общение когда ты полностью считываешь мысли этого человека она считывает мысли твои но для этого нужен очень такой плотный контакт то есть но я думаю ты понимаешь о чем я говорю да и не понимаю чем ты говоришь я даже могу тебе объяснить происходит и здесь на земле у нас я уверен что уже было это и было гораздо круче и наши предки которые нас создали они в принципе и обладали теми возможностями здесь я еще раз повторяюсь все упирается в вибрации или чистоту вибрации уровня вибрации этого эфира ведь какой смысл в нашем существовании физическом получать опыт но если условно говоря человек получая опыт живет осознанной жизнью то есть условно говоря развивается вот думаю да идет путем творца созидателя и от первооткрывателя или следователя то его повышение уровня вибрации дает ему возможность сделать то что ты сейчас говоришь естественно если у тебя есть близкий человек пусть любимая девушка жена или там какой-то твой друг или брат или еще кто-то и вы с ним понимаете друг друга это означает что вы находитесь просто в резонансе условно говоря ваши тела условно высотку тела это вот эфир из которого они созданы они вращаются или вибрируют на с одной скоростью и поэтому да у вас возникает вот такая вот значит возможность там как-то считывать мысли это знаете я думаю каждый человек у которого была девушка или парень в зависимости от пола вы знаете что такое когда вот и например находишься от нее вдалеке идешь 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 там по улице и легенд сидишь не мерзать делаешь думаешь блин надо позвонить хочу позвонить поднимаешь ну берешь трубку и она начинает набирать и вот прям эту секунду я думаю что у многих такое было у меня было неоднократно да но это еще зависит тут надо подчеркнуть нюанс что это должен быть любимый человеками это очень важно нарушение там ради каких-то плоских удовольствия на любой вот смотри я тебе хотел зачитать у меня есть друг илья который живет в индии ваша я думаю что я тебе то что прочту тут буквально займет это полминуты но может быть тебе это поможет для какой-то полноты мысли или еще для чего-то просто когда задаст определенный импульс вот это обычный мой товарищ он нажил в мирской жизни вроде бы его все устраивало потом он просто бросил все плюнул и уехал жить в ашрам в монастыре и занимается так сказать духовными практиками вот недавно мы с ним мы с ним общаемся вообще один раз в месяц примерно каждый месяц примерно в одно и то же время мы с ним начинаем общаться либо созваниваемся либо переписываемся вот мне последние сообщения которые мне прислал в нашей переписке примерно они такие я вот последние четыре кусочка зачитаю мне часто присылает видео о мировом заговоре что наши цивилизации всего 200 лет и прочие люди ищут информацию в интернете но там ее нет там где знание ума построены на обмане глубокого удовлетворения от этих знаний не получишь искать нужно за умом внутри там где прекращаются мысли а там ты обнаруживаешь что ты един со всем и всегда был всем а весь видимый мир проекции твоего собственного ума ты творец мира и за и разрушить его там за умом безусловная любовь осознанием которой ты являешься все состоит из тебя вот это действительно потрясает он не способен это никак объяснить ну что ж я абсолютно на сто процентов с ним согласен я прекрасно понимаю чем даже больше нынче ему сам ну это так тебе просто может быть тебе это даст полноту мыслей твоих это может быть тебе поможет ли чуть я решил тебе просто зачитать может тебе будет интересно вот что хочу тебе сказать я еще немножко сейчас мы опустимся с этих высот опустимся так земле ближе и вот мне интересно откуда пошла вот эта природа ненависти к тебе жид такой сякой предатель там уши не такие нос не такую хуцпа вот это все барахло откуда вот это все началось с чего кто явился инициатором вот этой всей травли и какова природа была этой травле потому что насколько я знаю я даже попал под это влияние но теперь общаясь вот так с тобой можно сказать лично хотя я думаю что возможно нам повезет и мы лично тоже пообщаемся у меня абсолютно рассеивается это как волна которая слизывает вот песок и у меня вот так же это пыль она полностью исчезает вот это сверху налетевшая пыль которая попала мне на глаза так сказать залетела в уши и так далее то есть я сейчас понимаю тебя как человека совершенно иначе то есть я уже не вижу каких-то тех страшных фигурок которые рисуют обычно когда тебе заходят речь скажи пожалуйста это какая-то организованная была травля кто первый импульс так сказать выкатил этот первый шар и откуда вообще все это началось природа вот этой ненависти к тебе но мне на этот вопрос будет ответить тяжеловато потому что я никогда за этим точно не следил и ответить точно не смогу не назвать фамилии ничего такого единственное могу проанализировав то что произошло попытаться чисто предугадать или привести какие-то ну определенные доводы в этом направлении значит начинали свою деятельность на ю тубе абсолютно не как конспиролог и ничего такого даже рядом и не было я занимался обзора фильмов и звезд небес не хватал там меня кто-то любил кто-то нет но это дело такое какой-то момент времени я начал видеть ну это не имеет значение по каким-то причинам это сейчас не будем разговаривать но я начал видеть что мир и вот он другой и поскольку у меня уже был канал и на нем уже было какое-то количество подписчиков там было что-то около 7000 в те времена это было два года назад я начал использовать его уже не как канал где я там делал обзоры на фильмы а именно как канал где я начинаю доносить информацию но вот того рода который мы сейчас говорим естественно гораздо более изначальную более примитивно но как оно шло и естественно очень многим людям тогда которые были подписаны на меня и знали меня как человека который обозревает фильмы делает их там плохо или неплохо это значение не имеет я изменил абсолютно себе в этом плане то есть я начал говорить то что люди не привыкли слышать и вообще не для этого подписывались и отсюда пошел первая волна негатива думаю что какое-то количество людей оттуда осталось это первое дальше был второй переломный момент самый серьезный это конечно ростовский боем это ростовский боем который ну мой самый знаменитый ролик который нет скажем сделал в некотором смысле мне пиар собрал миллион семьсот тысяч просмотров и тогда благодаря этому ролику обо мне очень много людей узнали но естественно абсолютное большинство из этих людей узнала меня не как человека который пытается там как-то донести какие-то интересные из истины да есть так можно вырезать людей а как человек который пытается сделать пиар за счет погибших людей и так далее то есть такой подона какой-то такой вот абсолютно беспринципная тварь естественно абсолютно большинство людей не стали разбираться смотреть им было наплевать потому что им рассказали по телевизору что самолет разбился значит это правда а если какой-то там мудак и в интернете начинает просто зарабатывать на этом пиар ну значит он скотина и тварь и на этом как бы баста и разбираться в этом не надо естественно этой волне появилось большое количество людей которые и пытались каким-то образом меня оскорбить просто потому что считали что это правильно и те кто пытались создать на этом сразу какой-то себе гешефт но это имеется ввиду вот привезка эта тема до появился объект для травли тут же предприимчивые люди не какие-то специально купленные так далее а просто обычные люди которые занимаются этими вещами создают группу вконтакте там против соу гудмана что он скотина подонок просто в расчете на то что это сейчас тема интересная и они смогут на этой фишке поднять себе подписчиков и на этой теме просто делать себе гешефт раскрутить группу а дальше можно на ней зарабатывать деньги и так далее это был второй момент там же кстати говоря я первый раз понял что существуют в бригады для меня сейчас это не секрет и я думаю что для многих из вас тоже что существует в бригады и это не выдумки конспирологов а это на самом деле существующие люди которые за деньги по заказу либо травят какие-то каналы любимый либо восхваляют там в зависимости от того задание которое не получает я знаю что такие они есть я знаю что они занимают своему и кто им платит я не знаю даже вообще даже даже не представляю это был второй момент ну и дальше естественно это плоская земля это плоская земля здесь момент такой что есть блогеры другие блогеры но там можно даже привести пример это наш всеми многоуважаемый инсайдер иллюминати вот который если не ошибаюсь сделал целых три или даже четыре ролика про меня где он говорил что я там такой сякой и прочие моменты есть много же множество других этих блогеров достаточно знаменитых как к снялкик если знаете такой есть блогер снялкик у него что-то но у него много подписчиков там что-то около полумиллиона там что-то может даже больше уже то есть серьезный мозг топовый блогер нашего российского сегмента он занимается тем что находит разных фриков и их всячески оскорбляет своих роликах но и делает на этом гешет себе определенную то что людям нравится смотреть на фриков это здорово естественно если кто-то говорит что земля плоская естественно это фрик и он он меня затронул очень многие блогеры меня достаточно высокие затрагивали так или иначе естественно обсирая делая себе на этом пиар а как устроено большинство людей в нашем мире да вот мы с тобой согласились что люди это коллективное существо там или стадная у него стада у него есть хозяин или предводитель если предводитель сказал что условно говоря вот тот баран плохой все будут думать что он плохой не имеет значения плохого на лифте не плохой не тренируйтесь разбираться прошли никого нет времени желания зачем-то надо вообще вот если сказался налкик там или хоть другой блогер у которого там пол миллиона подписчиков что сул гудман это дебил вообще и конченый фрик который там втирает дичь но они так и будут думать что он фрик и втирает дичь и не потому что они на самом деле меня ненавидят или вообще понимают о чем я говорю не конечно не понимают они не пытаются даже разбираться они просто знают что я мудак и все а другие люди как вот тот же инсайдер и некоторые блогеры уровнем поменьше у которых там две-три тысячи подписчиков но у которых большие амбиции им хочется пропиариться они пиарятся за счет известных условно говоря ников там условных людей благодаря которым они могут себе там срубить пару лишних тысяч просмотров просто потому что люди по запросу со гудман условно говоря выйдут на их ролик и смеются там души и так далее вот я думаю вот в общем и целом я бы так разобрал ненависть к себе ну то есть основной мотиватором можно сказать была такая банальная человеческая зависть попытка как-то присосаться твои известности славе можно даже так сказать потому что у тебя все таки немало количество подписчиков и я думаю среди таких хедлайнеров и известных людей которые уже достаточно давно находится в мейнстриме контент именно вот этого вида направление скажем так исследований ты находишься на первом месте как бы там ни было но я имею ввиду по количеству аудитории я понимаю да вот согласен поэтому вот видимо они решили каким-то боком присосаться к кассе этой истории и так или иначе попытка набирать какие-то просмотры пиар вот меня удивило другое то что люди достаточно хорошо от насчет на счастье относящиеся к тебе они тоже как-то определенный негатив и из себя испускают то есть периодически я тоже я сам повелся на честно сказать я сам был в замешательстве то есть с одной стороны просто исследовал тоже для себя как-то подыграл изучал но в крайности не впадал я в каких-то вопросов я с тобой согласен каких-то не согласен но это это не создает конец такого законченного понимание потому что пока ты лично не знаком с человеком они невозможно составить какое-то единое общее представление лично для себя поэтому я решил при любых раскладах делая какие-то выводы просто не ставить точку пока лично я с тобой не встретился не познакомился потому что всегда личная встреча она совершенно иной иное впечатление как бы оказывают на человека вот и каждый уже может даже потеряться заранее сделанных выводов поэтому я и сейчас даже общаясь с тобой оставляем многоточек потому что все таки надеюсь что произойдет личная встреча может быть ты будешь какую-то семинар свой делать или какие-то у тебя будут выступления или не знаю какие-то лекции ты будешь читать и можно будет прийти уже лично с тобой познакомиться вот принципе так если все обозрев мне вполне понятна вся эта история я щас задам наверное еще несколько вопросов чтобы тебе не грузить и ты можешь на них ответить поверхностно либо развернуть свою мысль и тут уже по твоему желанию скажи пожалуйста какие твои планы на будущее вот мне просто интересно чем ты вообще живешь какая что является для тебя путеводной звездой прямо сейчас прямо сейчас я занимаюсь ну ты знаешь да советский союз и так далее но для меня на физике я живу сейчас в квартире четырехкомнатной которую я снимаю пустую в этой квартире помимо меня проживают еще четыре человека это моя команда которую я набрал искали из числа своих подписчиков когда-то я делал на эту тему объявления и опекнулась человек 20 в итоге из этих 20 человек у меня осталось четверо которые сейчас со мной живут уже почти три месяца мы на этой квартире живем и мы с ними введем один проект он называется информ добро форум добро это ну скажем так информационная такая площадка туда площадка наподобие совинформ бюро была война в общем в советском союзе была организована такая фигня как под названием совинформ бюро она занималась информационной войной пропагандой победы и войны против информационной естественно против германии и так далее и она в общем-то все от советского информ бюро я думаю все вы помните это вот и мы решили наподобие этого сделать современную площадку современная такое наподобие слова информ бюро назвать его с информ добро просто создали мы его на ю тубе вроде в других соц сетях и ведем эту площадку ведем этот канал ведем информационную борьбу для того чтобы донести до людей элементарные вещи кстати говоря там нету плоской земли и прочих вещей абсолютно таких сну для большинства людей тяжелых для понимания там основном и молимся и 0 как рассказываем людям о реалиях современного мира это экономика политика это страна рф это это мировые новости и так далее здоровье питание какие-то такие вещи и прочие моменты мы в общем то сейчас этим занимаемся этим нечто живу большому счету даже не пробу расшифровать свой вопрос чтобы ты тебе было более понятнее вот я так в общем-то понял я знал но я щас попробую углубить как говорил горбачёв смотри если ты у тебя есть вот такая цель как воссоздание советского союза создание социализма я так понимаю чем-то такая идет перекличка с купцовым у вас но здесь интересен другой момент ты же умный человек ты понимаешь что те люди которые стоят у власти я щас даже не буду называть конкретной фамилии потому что и ты я прекрасно понимаем что это не какой-то единый персонаж который держит в своих руках управление это сеть синдикат по сути дела пусть это сеть лиц у п.г. озера можно сказать которая по сути дела управляет ну и там над ними еще выше выше там спрут до бесконечности может продал продлевать свои щупальца так вот ты же понимаешь что эти люди добровольно власть просто так не отдадут свою это же очевидно тут не нужно быть вангой какой-то пророком так вот ты понимаешь что в мирной парадигме достижение цели невозможно то есть просто проповедованием каких-то истин прописных этого недостаточно то есть нужна борьба а борьба подразумевает зачастую конфликт а конфликт это значит жертв это значит кровь это значит смерти людей и так далее и тому подобное вот лично ты готов взять на себя такую ответственность или все-таки ты надеешься каким-то способом в мирном русле достичь этих целей да ты углубил вопрос и затронул целый ряд аспектов каждый из которых требует отдельной расшифровки и пояснений я постараюсь сейчас это сделать максимально коротко значит да я прекрасно понимаю что весь процесс как бы он там не выглядел и не был он займет не только определенное время но скорее всего будет в той или не в той или иной мере и кровавым моя задача и задача тех кто надо мной стоит сделать этот процесс наименее правом то есть чтобы жертв было меньше всего но мы прекрасно осознаем что жертвы будут что при переходе от одной власти к другой будет стрельба и будут трупы и от этого ты никогда не денешься никуда и никак это невозможно избежать к сожалению большому я прекрасно это понимаю и я готова взять на себя ответственность просто потому что я знаю что смерти не существует и что все люди которые при нас будут валяться на тротуаре с постреленной головой на самом деле не умрут но об этом сейчас не хочу говорить это долго вот это первый момент второй момент по поводу тех кто находится у власти и что они не захотят ее отдать да естественно они как говорится газ не сброшу и буду ехать до конца пусть я разобьюсь зато пайфану напоследок естественно они не будут отдавать свою власть но них никто эту власть не будет отбирать силы потому что здесь я прекрасно понимаю и объяснял что такое уровень вибрации уровень вибрации для нас это по сути расслоение буквальном смысле расслоение но вот как представить как есть одна игра в этой игре есть два сервера на каждом из серверов ты можешь играть абсолютно одинаковые и делать все что угодно и это будет абсолютно по сути одинаковая игра одинаковые задания все будет нормально но находясь на одном сервере ты не будешь находиться на другом то же самое наоборот соответственно эти люди для нас и в том числе те которые находятся при власти условные и те которые находятся выше они для нас исчезнут в буквальном смысле то есть умрут в буквальном смысле умрут как сейчас умирают представители семей как сейчас идут аресты я знаю что это невозможно мне доказать и это всего лишь слова но мы увидим это дальше идут аресты значит души и и прочих других товарищей которые нам не товарищи это будет происходить и здесь некоторые из них просто умрут кто-то от инфаркта кто-то приступы сердечного кто-то там на самолете разобьется условно говоря а кого-то и арестуют по итогу то есть нам не надо ничего особо делать нам не нужно вести людей на баррикады это произойдет условно говоря потому что в какой-то момент власть которая над нами она просто дееспособна прекратить свое функционирование функционирование в принципе какой-то момент времени сверху перестанут эти приказы на местах люди начальники и обычные менты или там госслужащие они просто не будут знать что им делать даже сейчас уже есть огромное количество роликов когда люди приходят в разные инстанции государственных органов предъявляют им какие-то права требования на основании законов чиновники не могут им ничего возразить потому что они абсолютно юридически безграмотно просто тупые не вообще не понимают что происходит и это будет и нам всего лишь нужно создать свои собственные органы управления параллельно и общаться с ними и поэтому рф она как бы отомрет знаешь вот как вот у ребенка пуповина она отсохнет и отвалится да этот процесс скорее всего будет частично кровавым да какое-то количество людей погибнет но я не считаю что это какая-то там проблема потому что у нас на данный момент вот сейчас когда нет войны когда все хорошо ну так условно все хорошо у нас ежегодно в стране погибают десятки тысяч людей десятки от неправомерных арестов от боярышника например от боярышника да от управления от алкоголя ну от всего они гибнут это конечно дивизия гибнет дивизия в день людей и в принципе это по факту лучше грубо говоря эту дивизию потерять две дивизии в день провести какое-то действие но в итоге сделать так что потом люди перестанут умирать от всякого дерьма и так далее вот поэтому я ничего этого не боюсь я уверен что все будет абсолютно нормально все будет мы как говорит мой куратор мы обречены на то чтобы быть счастливыми и третий момент я хочу затронуть вот ты сказал что вот этими там фонгаря речами или призывами там чему-то навряд ли можно чего-то добиться нужны какие-то более активные действия и так далее да частично ты прав конечно просто разговаривать это мало нужно больше действовать и мы в принципе преподносим какие-то определенные действия дальше они будут видны более серьезно но на самом деле как бы это не звучало дико и как бы это не ну зачастую просто некоторые вещи которые говорят люди людям они не верят в них потому что они звучат слишком наивно слишком невероятно и слишком как-то непроверяемо непроверяемо но система в которой мы живем и вот твой друг который живет в Индии он это точно понимает что такое мир мироздание это я а ум это совершенно другое ум это физика ум это логика а сознание это бесконечность это абсолютно все целое знание и здесь он абсолютно прав я понимаю о чем он говорит поэтому если человек вот я вот говорю там да всякое людям там в своих роликах вот вы там должны там тра-та-та-та всякое такое если человек меня по-настоящему услышит по-настоящему воспримет меня и начнет осознанную жизнь вот искренне да он превращается хочешь верить хочешь и нет он превращается в некий энергетический источник как условно говоря нагревательный прибор в воде который начинает нагревать себя а нагреваться это значит получать новые знания информацию процессор башки работает сильнее и он как бы нагревается условно говоря и тем самым он нагревает воду вокруг себя в нашем понимании он увеличивает скорость вибрации эфира вокруг себя в буквальном смысле тем самым меняя действительность от себя то есть у него прекращается плохое настроение быть он перестает забываешь такое злиться его к нему начинают притягиваться хорошие люди только сами по себе просто случайно где-то их встречать там как-то будут а вот эти плохие люди там низковиберационные они будут отваливаться они уйдут его бросить жена уйдет там какие-то друзья от него откажется да и наплевать на них зато будут появляться другие у него будут появляться какие-то движения в его труде он начнет чем-то заниматься это начнет посетить ему доход это так работает вот поверь мне это так работает серега еще один нюанс который я хочу немножко вернуть чуть чуть назад совсем ты знаешь наверное что есть такой принцип правило что играешь ты играют тебя я сейчас говорю не о духовной составляющей а просто о такой низменной простой именно вещи которые находятся здесь среди нас на земле живых как говорят вот был такой рейх канцлер германии отто фон бисмарк он однажды сказал что революцию замышляют романтики осуществляют фанатики а плодами ее пользуются мерзавцы вот как ты думаешь не получится ли так что вот этот затраченный импульс и старание которое вы прилагаете с теми людьми которые пойдут за вами а я думаю что таких будет немало что получится так что все эти старания приведут к очередному такому вот явлению которое мы наблюдаем сейчас то есть получится то что вы сделали вот этот новый мир новую сказку золотой век для людей которые будут также достойны этого нового мира я понял твой вопрос я забью его на две части первое я не просто могу тебе сказать что используешь ты используя тебя я могу тебе прям точно сказать осознаю принимаю и могу расписаться под тем что в данный момент я и тот же богданов премьер-министр и некоторые другие люди находятся в элементарном использовании тех кто сюда пришел это те кто о котором я говорил те которые сверху приперлись да там с девятого уровня плотности да они меня используют и я это знаю и могу это сказать открыто они меня используют я им разрешаю это делать потому что они сами здесь делать ничего не могут так устроена система они не могут прийти условно говоря там ударить этим сапогом или там посохом в землю чтобы появилась молния которая поразит всех плохих а всех хороших сделать счастливыми да то есть так не бывает мы сами должны здесь с их помощью а их помощь как правило она выражается помощи в информационном поле и в советах инсайдерской информации здесь то есть в направлении но они нас используют я это прекрасно знаю это первый момент второй момент люди которые могут или скажем люди которые до этого пользовались плодами революции а здесь я с тобой абсолютно согласен что одна революция не идет снизу все революции идут только сверху те кто ее делают их просто используют вот пожалуйста последняя революция на Украине была в общем то проведена руками ну этих там правого сектора то есть таких радикально настроенных групп которых потом просто начали зачищать уничтожать на Донбассе целыми тысячами там их и поубивали в общем то большинство из них остались только маргинальные обоссы которые могут только ходить в самом Киеве с факелами а на войну ходить боятся потому что по сути своей является никчемными ублюдками вот я согласен что да она пожирает революция своих детей но это было вот в старой парадигме большинство людей не понимают что то что предлагаем мы и мы даже не то что предлагаем просто мы делаем то что вот будет оно имеет под собой совершенно другую структуру другую основу это новая парадигма люди которые могут или захотят воспользоваться в корыстных целях которые будут иметь какие-то дурные мысли и так далее так далее низковибрационные люди они физически физически не могут находиться там они умрут и те это буквально говорю что они просто исчезнут они умрут для нас здесь люди которые пройдут в этот мир они просто высоковибрационного статуса будут они будут осознаны они не смогут даже вообразить у себя специально желание там кем-то управлять потому что по большому счету это смысл вообще никого не имеет для осознанного человека это абсолютно адекватная понятная вещь поэтому именно этого что ты сейчас вот сказал я не боюсь серёг еще один вопрос и в принципе я не хочу особо тебя грузить мне так чтобы лучше если у тебя будет желание мы будем встречаться почаще а так в одну встречу все выплескивает на тебя информацию я бы не хотел я задам такой вопрос который я думаю ты тоже о нем думал и размышлял я более чем уверен даже вот если мы возьмем мировоззрение наше охват нашего понимания чуть шире чем он есть сейчас нашей беседе скажем мы говорим о территории бывшего советского союза или там бывшей империи или о современной россии а что если мы возьмем охват с точки зрения целого мира не кажется ли тебе что спасать нужно не россию конкретно а вообще весь мир вот ты же знаешь знаком с этой концепции что мы живем в разных концлагерях то есть суть то вообще не важно не важно где ты находишься в литве ты находишься или не знаю где то там в африке или еще где то живешь по сути дела ты живешь в одном месте который называют ученые планеты земля вот как ты думаешь может быть стоит планету спасать а не конкретное государство в котором нам с тобой посчастливилось родиться и жить я понял твой вопрос я на него отвечу так да конечной целью в итоге будет естественно ну условно говоря спасение там или другими неважно кем слове сам понимаешь всей земли то есть все земли всех людей которые на ней живут именно людей я подчеркну потому что сейчас у нас абсолютное большинство это не люди это биороботы которые в итоге они отпадут и умрут причем их огромное количество процентов 80 но для того чтобы спасать или как-то переделывать всю землю нужно с чего-то начать и как я сказал на физике не бывает так что ты захотел машину подумал щелкнул пальцами она у тебя упала с неба или там появилась из воздуха нет так не происходит то есть на физике когда тебе нужна машина ну там или какой-то другой предмет или действие значение не имеет ты должен там условно говоря пойти куда-то там заработать денег или выиграть лотерею пойти в магазин купить эту машину и она вот это появится то есть на физике есть определенный этап действий которые нужно сделать для того чтобы получить желаемый результат кстати говоря теория хаоса об этом тоже говорит там по моему как она говорится что части целого всегда больше чем само целое примерно вот так звучит теория хаоса так вот для того чтобы спасти или там как-то переделать весь земной шар да наш надо сначала начать с России и именно с России почему я объясню очень просто в России ну скажем Россия Украина Беларусь для меня это одно и то же я вообще никак это не разделяю вот это часть суши на которой по-прежнему еще осталось самое большое количество вменяемых адекватных белых людей больше именно вменяемых адекватных которых можно разбудить которые еще не превратились в зомби именно белых людей больше нигде нет да в Америке например или в Европе тоже белых людей хватает их там сотни миллионов на самом деле есть ну может не сотни уже конечно может там всего 100 миллионов или даже меньше ну то есть значительное количество но там абсолютное большинство этих людей уже не люди в нашем понимании это просто машины которые созданы для перерабатывания еды там каких-то ну в общем биороботы условно говоря практически да такие боящиеся всего и с ними ты ничего не спасешь а у нас еще благодаря тому что мы большую часть последнего времени жили в Советском Союзе где в принципе у нас там кто-то может хаять кто-то там может не любить но социальная защита обеспечение граждан в Советском Союзе была ну на порядок выше чем где-либо даже в той же Европе вот и поэтому здесь просто мы можем это начать мы здесь это начнем получим поддержку встанем на ноги так сказать а уже дальше потихонечку мы начнем присоединять к себе остальные страны которые я думаю с удовольствием это сделают потому что в массе своей люди в этих странах они несчастны они несчастны потому что они кроме зарабатывания денег и тратя эти деньги на плотские удовольствия больше ничего не делают и люди особенно молодежь сейчас это кстати очень хорошо заметно и в этих странах тоже именно молодежь борется за восстановление даже вот у нас абсолютное большинство людей которые что-то делают это молодые люди есть конечно более старшее поколение но именно молодежь которая там либо совсем не жила либо жила совсем чуть-чуть вот как я там я там по сути восемь девять лет условно говоря застал советский союз я мало что помню но я хочу его вернуть потому что это правильно мы начнем просто с нашей страны а дальше пойдет все по накатанной Серега а может быть вам сделать более такую широкую экспансию ты же понимаешь что у нас кстати на канале такое маленькое лирическое отступление у нас на канале разные люди появляются и знаешь я обратил внимание что люди настолько зазомбированы вообще вот кто-то из Украины приходит кто-то из России здесь местные так сказать жители которые заходят и ощущается одна вещь которая очень сильно бросается в глаза это то что осознание вот это вот этих рамок границ находится только в их головах то есть именно граница находится в головах людей не на картах не на глобусах а в головах людей и вот когда это осознание проявляется и всплывает наружу то возникает мысль так может быть не стирать границы вот эти в парадигме создания воссоздания советской России а может быть делать экспансию так на весь мир то есть людям показывать что как говорит Андрей Купцов вы дети галактики что это это планета это место где вы живете оно принадлежит вам то есть может быть вам сюда как-то более углубить и направить ваше внимание чтобы сделать такую более тотальную мощную экспансию то есть возможно подключить людей которые говорят на других языках и именно этот эту эстафету передавать уже на других языках чтобы люди которые слышали вас они также понимали принцип и задачу борьбы которую вы ведете понимаешь то есть какая важная задача стирание границ внутри голов я понимаю о чем ты говоришь я с тобой согласен и мы к этому в принципе идем но то что сейчас ты описал это помимо теории спряжено с практикой практика да критерии правды она говорит нам о том что для того чтобы на моем уровне или даже на уровне в более высоком я имею ввиду технической какой-то составляющей все это сделать для этого необходимы ресурсы очень серьезные ресурсы я уже не говорю о том что для этого нужно огромное количество людей финансовых средств техники аппаратуры и прочее да но для этого нужны разрешения сверху и так далее поэтому все что ты говоришь абсолютно верно но по-настоящему круто и мощно мы сможем это реализовать только когда получим государственные ресурсы вот когда мы получим государственные ресурсы когда мы получим в руки все федеральные сми всю машину сми которая существует на стране а у нас серьезная машина сми один верти чего стоит шухера навел серьезного вообще по миру с ним борется ненавидит его и презирают хотя это всего лишь просто канал вот когда мы получим эти инструменты в руки тогда безусловно мы будем этим заниматься показывать людям кто они такие где они находятся и тогда они сами захотят строиться ну то есть можно сказать россия это как плацдарм конечно конечно россия это плацдарм это как вот советский союз не является самоцелью вообще ни разу это просто короткий период времени для достижения более высоких целей так же как и россия это просто плацдарм для того чтобы ну для экспансии только не в буквальном смысле там с оружием в руках и на танках а просто показыванием примера о том смотрите как мы можем смотреть как у нас круто и вообще как у нас это все ништяк и люди просто поймут что да действительно это понятно получается не экспансия насилия а экспансии идей ни в коем случае ни в коем случае никакого насилия никогда ни я ни мои друзья никогда не произносили слово экспансия в плане оружия или революция да я именно это имел ввиду конечно конечно безусловно будет именно так эльгея как допустим другие страны могут присоединиться по вашему мнению то есть они в качестве каких субъектов общей страны или же каких-то другому по другому принципу для начала для начала для того чтобы вот например в нашей стране чего-то добиться нам нужны будут деньги не имеется ввиду какие-то определенные деньги а деньги как таковые как инструмент да так же так же и сейчас когда мы говорим про страны нельзя просто взять и сказать давайте так давайте будем все жить в одной большой стране завтра да давайте да так не получится все таки рамки определенные в головах присутствуют если даже они устранят эти рамки то само понятие страны оно все равно останется принадлежности к какому-то определенному социуму поэтому для начала да это будет определенная страна которую можно просто будет вступить или влиться в объединение как сейчас например есть вот НАТО или там ОПЕК или там ОСИ да было и так далее так же будет вот условно какое-то вот такое объединение стран которое сначала объединиться чисто юридически потом экономически потом социально а потом и более физически это процесс который в принципе адекватен как Евросоюз да то есть сначала были страны отдельные потом появился Евросоюз они же в принципе все страны отдельные остались но их не воспринимают теперь как отдельные страны их воспринимают как нечто единое целое вот здесь будет то же самое только сам инструмент внутреннего устройства будет другой но по факту в принципе я не вижу здесь чисто физически никаких проблем я думаю все это будет достаточно нормально а критерием отбора алексей вот ты задал вопрос а критерием отбора будет служить не национальность или какая-то расовая расовая принадлежность а вместо того чтобы объединять под какой-то идеей биороботов и животных люди вот эти ребята которые занимаются этим проектом так можно сказать они будут объединять людей людей не животных не быдло тупорылы а людей это это и будет являться именно национальностью вот этого современного общества человек с большой буквы Ч то есть я думаю что в принципе эта идея она достаточно здравая потому что мне очень нравится вот это купцовское мы дети галактики понимание того что мы на самом деле все живем в одном едином пространстве и ходим под одним небом дышим одним воздухом так или иначе нравится кому-то или нет едим одни и те же продукты плюс-минус хорошо а вот руководствующий состав как он будет выбранным или назначаем кем он будет контролироваться нами людьми человеками или же какой-то группой ну смотрите ребята насчет начальство и так далее как мы не можем сразу избавиться от инструмента или или инструмента как я не знаю назвать правильно денежного обращения внутри страны экономические также мы не можем избавиться начальном пути от определенных началь которые будут там нами руководить на данном этапе они будут выбраны из тех кто сейчас находится в авангарде восстановления СССР опять таки не надо сразу думать что тараскин условно говоря да станет нашим президентом большая часть из тех кто сейчас занимается восстановлением до конца пути не дойдут это я вам точно говорю в буквальном смысле они умрут просто не смогут вот потому что большинство из них никогда не сможет на данном в данной своей жизни повысится вибрационно но какие-то начальники будут они будут сначала те кто шли в авангарде а дальше уже будут либо какие-то выборы или еще я честно говоря я не знаю как это будет выглядеть дальше вот именно в начальном периоде но в итоге в итоге если кто-то из вас знает что такое копное право или имеет представление вот примерно структура общества будет построена по копному праву то есть и высшие иерархии будут люди которые имеют за плечами много годов жизни большую семью детей внуков там правнуков и так далее те которые доказали что они на самом деле могут что-то то есть те за которых вот весь их там район или двор где они живут прям станет горой скажут да вот этот Василий Иванович это вообще такой мужик вообще мировой мы все его любим и он то есть вообще молодец а тогда он будет заниматься этими вещами но главное запомните что что такое самодержавие было такое понятие самодержавие это не когда у нас есть самодержит царь самодержавие это когда каждый сам себя держит это когда у каждого в голове есть царь то есть он понимает и им не нужно как ребёнком руководить водить за ручку и говорить ему сюда ходи а сюда не ходи он сам будет понимать что правильное и что неправильное ну в массе своей по крайней мере не нужна будет управлять, не нужна будет полиция, по крайней мере в том виде, в котором она сейчас, не нужна будет в таком виде армия и огромное количество социальных служб, которые на данный момент являются абсолютно бесполезными, паразитарными по своей природе. Они просто жрут деньги налогоплательщиков и занимаются просто, я не знаю, просиживанием жоп в кабинетах за зарплату. Они бесполезны. Я имею в виду, что штат чиновников, которые занимаются управлением социума, он в такой массе, в принципе, не нужен даже при эписистеме. Она будет сначала кастрирована, эта система обрезана, приведена в адекватную форму, когда на одного чиновника должно приходиться 100 человек жителей, а не 100 чиновников на одного жителя, а дальше начнется потихонечку изменение. Этот процесс ведь тоже делается не за один месяц. Этот процесс будет длиться какое-то количество лет. Я не думаю, что большое, я думаю, в течение 5-6 лет этот процесс полностью, ну, цикл завершит. Но все-таки это значительное количество времени, и я думаю, что все будет нормально в этом плане. Знаешь, Серег, еще вот по поводу того, что сказал сейчас Алексей, я подумал, вспомнились строчки Булгакова, когда он описывал вот этот знаменитый диалог Ешио-Конозри с прокуратом иудеев Пантемпилатом, когда тот спросил его насчет власти, и он ему ответил, что я сейчас зачитаю. В числе прочего я говорил, что всякая власть является насилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобно никакая власть. Вот я прочитал, процитировал тебе, и хочу как раз-таки вот предупреждаю вопрос Алексея, который он сказал тебе сказать, вообще эта цель, она достижима, что человек перейдет в это состояние, когда не нужна будет никакая власть на человека. Безусловно, эта цель достижима, потому что даже все достижимо. Летать достижимо, ходить сквозь стены достижимо, исчезать достижимо, все достижимо. Но если человек может достигнуть такого уровня осознанности, что он сможет руководить своим телом на таком уровне, неужели люди, которые по своей природе, если рассматривать их не как потребители или перерабатывальщика еды в говно, и как рассматривать человека как всевышнего творца и абсолютного бога на этой земле, физически, материально воплощенного здесь, неужели человек не способен договориться с другим человеком о том, чтобы они жили вместе на одной земле, но при этом никто из них не был друг другу начальником, они жили в таком равновесии друг с другом. Конечно, можно. То есть можно сказать, что это и будет являться становлением Золотого века, о котором ты говоришь. Безусловно, конечно. То есть, смотри, то, что говорил Ешио Ганосри, это правда, за одним маленьким исключением. В любом обществе, даже абсолютно осознанном обществе, но если это общество, то есть если это не количество людей, живущих на одной гигантской территории, так, как им хочется, и которые общаются друг с другом только тогда, когда им это интересно или нужно, а если мы говорим именно о социуме, то есть об объединении людей в определенном месте, даже пусть это будет на всей территории Земли, но которые не просто живут для того, чтобы жить и наслаждаться жизнью, а которые живут для того, чтобы созидать то, что в одного созидать невозможно. То есть, условно говоря, построить, например, целый космический порт для того, чтобы построить на нем корабли, возможности перемещаться в параллельные миры, вкручиваться в пространство. Мы это можем, но в одного, или вдвоем, или втроем это сделать нельзя, это можно сделать только собравшись там в миллионах людей, и это все равно будет социум, и в этом социуме можно свести до абсолютного минимума начальственные какие-то там процессы, но какие-то начальники не буквальные, которые будут постоянно ходить и что-то говорить тебе делать, а которые будут просто такими же людьми, как и ты, будут такими же работягами или там, условно говоря, людьми, которые будут там жить в соседнем доме, но если возникнет необходимость какая-то определенная, поставить общие задачи, наметить цели или решить вопрос, например, даже не в рамках социума, а в рамках, например, каких-то гостей, да, потому что на Землю гости постоянно прилетают, ну условно говоря, прилетают, приходят, появляются, значения не имеют, да, которые извне как бы, нужно же как-то с ними вопрос тоже решать, то есть когда вот будут возникать такие вот возникли новые вопросы, они будут эти вопросы решать, а люди в массе своей будут им просто полномочия делегировать по причине того, что они достойны, они имеют за плечами там, скажем, 200 лет жизни, имеют 100 детей, там, 300 внуков, там, да, и так далее, и, кстати, я абсолютно уверен в том, что люди могут жить гораздо больше, там, 70 лет, и любого человека, который считает обратно, я рассматриваю как своего врага, потому что он своими мыслями просто, ну и против меня просто настраивает уже, я не хочу умирать в 70 лет, я хочу жить 500, и это абсолютно достижимо, вот, поэтому вот как-то так. Ну понятно, то есть получается, что Новый Век, это общество Созидателя, а не паразитов, как сейчас. Безусловно, безусловно. Ну, в общем, ладно, в принципе, я думаю, что у вас надо какие-то... Еще вопросик. Ну давай, послушайте. Сережа, а вот в процессе пути, да, вот этого восстановления могут же затесаться такие, вот, скажем, паразиты, которые захотят присосаться к кормушке, да, которые в итоге появятся у вас. Я тебе сразу отвечу на вопрос, просто я на него уже отвечал, ты, видимо, отходил там, где-то тебя не было. Может быть, да, я немного. Паразиты, которые пытаются присосаться к кормушке в той или иной мере, невозможны вообще по причине того, что это, ну, условно говоря, люди, хотя это условное понятие, да, это не люди в нашем понимании, но это вот он внешне, как человек там две ноги, две руки, там кушает, писает, какает, все делает, как мы. Вот такой человек низковибрационного уровня, потому что именно паразит – это низковибрационный уровень, это вибрация другого порядка, он физически не сможет пройти туда, для нас он умрет, физически умрет здесь, поэтому это невозможно. Ну, можно сказать, это как вирусы, которые не проникают в здоровый организм, который защищает иммунную систему, то есть она просто его отталкивает. Да, 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 он просто его отталкивает, и поскольку для физики мы не можем расслоиться, да, для нас это должно происходить естественно, для нашего, грубо говоря, ума для начала. То есть для нас он просто умрет, для него он не умрет, потому что смерти вообще нет. Но это сейчас, если мы говорим про смерть, мы должны уйти на уровень параллельных реальностей, и в Меркабу, и уже это уже другой порядок. Вот я их назвал паразитом, это те, кто, допустим, взяточники, да, вот такие люди, которые… Да, 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 и корочники, которые живут за счет того, что они просто, получая деньги, там… Сейчас они все, добро, добро, там хорошо, а на самом деле мысли у них там глобально, они хотят просто присосаться. А это вот, да, как я же говорил, что вот те, кто сейчас занимается восстановлением Советского Союза, ну, таких людей очень много, их огромное количество, они себе понятны, да, разных там имен, разных каких-то фирм, названий, там, каких-то там аббревиатур красивых, наклепали себе сайтов, и каждый из них несет добро. Вот абсолютное большинство из них просто в ближайший год умрет, и все. Скажи, а вот есть такие правовед Сибирь, правовед, вот они как бы в вашей команде или же это совершенно друг? Правовед Сибирь, я сразу пользуюсь случаем, могу сказать, что это опасная контора, потому что, они продают за деньги, мы один раз о них говорили, но потом разобравшись, поговорив с ним, с их руководителем, мы поняли, что они продают за деньги шаблоны документов от избавления от кредитов, но если в процессе, если человек купил у них, да, за деньги, в процессе вот этого, ну, избавления от кредита у человека возникают проблемы серьезные, то они ему не будут помогать, им настрать на этого человека. Поэтому, если меня люди слышат какие-то, я вас заверяю, что покупать у них или общаться с этими людьми не стоит. Именно правовед Сибирь я имею в виду, потому что правовед очень много, а именно эти, это нехорошие люди. Ну ладно, ребят, давайте заканчивать в общем. Спасибо, Серега, что ты зашел, в принципе, по основным вопросам мы пробежались, я думаю, что у тебя еще, если боятся желания или время, то заскакивай, мы еще побеседуем. Да, на самом деле, я очень рад нашу разговору и, честно говоря, приятно удивлен красивому голосу твоему и возможности тобой формулировать нормальные, вменяемые, широкие, глубокие вопросы, на которые мне было приятно отвечать, так что благодарю за возможность. Спасибо, спасибо, я тоже рад с тобой был в общении, всякая пыль она разлетелась и остался нормальный, адекватный, добрый человек. Ну все, замечательно, мужики, у меня аж слезы пошли с глаз. Ну все, всем в любви. Благодарю, Сереж. Спасибо, Серег. Давайте. Так, ну все, давай тогда сейчас сделаем перезапуск стрима и поедем дальше. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok